Музыка Мы знали в Москве, когда наши ученики выступают, то обязательно говорят, это Щелковская музыкальная школа. И так мы не держим вот это вот с года в год. Для меня, конечно, это очень большое событие. У меня оба ребенка занимаются в музыкальной школе. Сын уже выпускник, но сегодня он тоже будет на сцене. У нас лучшая школа, это безусловно. У меня также дети заканчивали в музыкальную школу Щелковскую. И сын, кстати, сегодня будет снова, хоть он выпускник, так же, как у Ксении, они все равно в строю приходят, играют в ансамблях. У Ксении гитарист, у меня саксофон. Каждый год школа готовит большой отчетный концерт. В этом году он особенный, юбилейный. В военном 1944 году в Чкаловском гарнизоне открылись курсы общего музыкального образования для детей военнослужащих и бойцов Красной Армии. В 1950 году они переименованы в Чкаловскую детскую музыкальную школу. В 1956 открылся филиал в Щелкове, который стал главным. Сначала училось в школе 30 человек фронтовиков. Сейчас больше 800 человек учатся в музыкальной школе. С каким багажом? С богатым. У нас очень много отделений. У нас играют практически на всех инструментах. Алексей Шмылев руководит детской музыкальной школой 40 лет. Сам ее выпускник и многократно заслуженный, почетный, да просто любимый папа, как его называют ученики и педагоги. Немногие музыкальные школы могут похвастаться таким количеством специальностей и многообразием собственных творческих коллективов. В одних поиграло уже не одно поколение учеников, другие созданы всего пару лет назад. У каждого отдела своя творческая история и достижения. Каждый коллектив – достояние. Они приносят славу школе, гастролируя и участвуя в конкурсах не только в рамках Московской области и России, но и далеко за рубежом. Эту школу невозможно оставить. За 80 лет из ее стен вышли 5000 выпускников. Но не все вышли навсегда. Став взрослыми, они отдают сюда своих детей, а то и внуков. Из сотни ныне действующих преподавателей школы практически половина – это тоже ее выпускники. Педагоги детской музыкальной школы – особое сообщество. Все свое время наставники посвящают детям, стараются всесторонне их развивать, заинтересовывать, воспитывать любовь к музыке и к выбранному инструменту. Субтитры создавал DimaTorzok Детская музыкальная школа Вернулась в свой дом, не без гордости отметил Алексей Шмелев. Теперь она относится к отрасли культуры, после того, как 20 лет считалась учреждением дополнительного образования. Областное министерство культуры и туризма наградило коллектив школы почетной грамотой, а руководство городского округа Щелково сделало еще более весомый подарок. Я хочу вас всех поприветствовать от главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова и сразу начать с подарков. Принято решение о том, что для нашей замечательной школы будет выделено три миллиона для того, чтобы мы смогли обновить материально-техническую базу и закупить новые инструменты, а также новые костюмы для нашего чудесного хора. Что еще добавляют уникальности музыкальной школе и ее коллективам? В них с удовольствием играют бывшие выпускники. Приходят и играют. Сколько бы лет ни прошло после окончания школы. Потому что Щелковская ДМШ – это не просто музыкальное образование, это настоящая любовь к музыке. Я музыкальную школу закончил 25 лет назад, в этом году вот будет. Спасибо всем учителям, всем педагогам, потому что в принципе каждый, даже если не его ученик, они все болеют душой. На самом деле музыка нас связала. Музыка со мной, пусть я и в вооруженных силах, но она никогда не оставляет. Как говорили в фильме «В бой идут одни старики», все приходящее и уходящее, а музыка вечно. Мы бы, конечно, брали вообще всю Щелкову и с удовольствием учили их. Ну, единицы вырастают в звезды. Те, которые занимаются, которые серьезно этим увлекаются. А всех можно музыке научить? Да, без сомнений. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.